Практики параметры терпения Практики параметры терпения Практики параметры терпения Все они в основном сохраняются практикующими Именно для того, чтобы как раз-то поддерживать нравственность Развивать в себе нравственность То есть осознанно отказываться от совершения каких-либо неблагих деяний И вот этот вот отказ от совершения неблагих деяний Он как раз-то приводит именно к накоплению заслуг Приводит именно как раз-то к приучению своего собственного ума к самодисциплине Поэтому считается, что практика нравственности, она в действительности очень важна И для того, чтобы, опять же, например, совершать О важности параметры нравственности Также говорил великий Нагаржуна Он говорил о том, что нравственность, она подобна плодородной почве То есть если мы действительно типа хотим нормально питаться Получать какие-то плоды, чтобы у нас там, опять же, росли цветы и так далее Чтобы, опять же, например, просто купить машину, где-то ее поставить Нам все равно нужна какая-то почва Нам нужна земля для того, чтобы опираться на нее Для того, чтобы возделывать ее Для того, чтобы, опять же, получать какие-то плоды Выращивать растения, деревья и так далее И это все является, как бы, именно в действительности жизневажной частью нашей жизни И вот это вот плодородные почвы с землей, на которые мы, получается, постоянно опираемся И благодаря которой мы можем, опять же, вкушать вот эти вот плоды там И пребывать в тени каких-то деревьев и так далее Это все, опять же, зависит именно как раз-то от нравственности Поскольку именно нравственность сравнивается с вот этой плодородной почвой Поскольку именно благодаря нравственности мы отказываемся от совершения негативных действий Тем самым, получается, приходим к противоположности То есть совершаем благие деяния И посредством совершения благих деяний накапливаем заслуги Что в результате как раз-то приводит нас к обретению именно благих плодов Будет легкая. Теперь присоединение не говорится Без details, теперь наши socialistские территория Без детские территорики, знания и женщины, Без peelingных вещей, БезSíния страна такое тоже. Без такого, не может быть, Без тост wspomn. Ребik это легко. С dariitt Office, Что касается, опять же, нравственности, то что касается именно обетов мирян, то их, на самом деле, достаточно большое количество. То есть самое простое, да иначальное, это именно отказ от совершения десяти неблагих деяний. Затем это, опять же, обеты генина, это обеты, например, какие-то однодневные обеты, соджонг, которые берутся, опять же, на какой-то определенный, достаточно короткий срок. Сюда же мы можем, опять же, отнести обеты, например, бодхисаттвы, то есть когда мы получаем разнообразные посвящения, то мы очень часто принимаем, опять же, обеты бодхисаттвы, мы принимаем обеты прибежища, также мы принимаем тантрические обеты. И это еще не весь полный перечень тех обетов, которые может удерживать и сохранять мирянин. Помимо этого, у нас также есть монашеские обеты, которых также достаточно большое количество и разнообразие. То есть если в целом говорить как и о мирянах, так и о монахов, то получается для того, чтобы придерживаться нравственности, то практикующий он должен постоянно сохранять разнообразные виды обетов. И что касается, опять же, вот этих отказа от совершения десяти неблагих деяний, то здесь, конечно, очень важно приучать себя как раз-то к тому, чтобы каждое утро, каждый свой день начинать с мысли о том, что сегодня, например, в течение всего вот этого дня я не буду совершать вот эти десять неблагих деяний. Особенно, ну, например, если не получается полностью отказаться от совершения всех десяти неблагих деяний, то все в зависимости от тех неблагих привычек, которые у вас есть, то нужно выбрать хотя бы ту самую пагубную привычку. То есть, например, если человек обычно часто ворует нечист на руку, то было бы хорошо, чтобы он подумал, начал бы свое утро с того, чтобы отказаться от совершения воровства хотя бы в течение одного дня. И подумал о том, что вот сегодня я воровать не буду. Если, например, человек увлекается сильно пустословием и все время целый день тренит на разнообразные темы, очень-очень много, то было бы очень хорошо, чтобы если он свое утро начал с мысли о том, что вот сегодня пустословить не буду ни за что, ни при каких условиях. Если человек, опять же, страдает, например, от каких-то злых слов и очень часто, опять же, употребляет там свои в речке какие-то нецензурную брань там и так далее, если я очень склонен к этому, то будет очень хорошо, конечно же, если он акцентирует внимание именно на вот этом вопросе и как раз так же даст себе вот такой хотя бы однодневный обед, что он в течение дня не будет выражаться нецензурной брани, ну и так далее. И, конечно же, в идеале, если человек, конечно же, отказывается от совершения всех ни десяти неблагих деяний в течение дня. И здесь очень важна вот эта именно систематичность практики, то есть чтобы желательно вот этот обед давать не только лишь на один день, что только лишь вот сегодня, чтобы это не была вот такая одноразовая акция, а чтобы это было и носило именно вот такой систематический характер. То есть постепенно, если каждый день человек, например, отказывается от пустословия, от обмана, от воровства и так далее, то постепенно, постепенно, если он придерживается этого день за днем, у него медленно, но все-таки приходит именно вот это вот то, что называется именно привыканием или приучением собственного ума как раз-то к несовершению вот этих, к совершению вот этих десяти неблагих деяний. Почему? Потому что основная цель нравственности и вообще развитие нравственности – это именно преобразование, получается, поведения человека, то есть поведенческой модели человека от негативных в более позитивных в благую. Ну, опять же, например, то, что касается вот такого момента, как пустословия, да, то есть для примера, если, например, мы дали вот этот обед, что сегодня в течение дня я не буду пустословить, да, но если у вас есть такая вот как бы привычка, да, очень много-много-много говорить, как бы абсолютно без причины, без повода и так далее, абсолютно как бы не нужна и бесполезная тема, но вдруг получилось так, что, ну, не вышло, развязался язык, и вы всё равно начали болтать очень-очень много. Здесь очень как раз-то важный момент именно осознание того, что вы что-то делаете не так, то есть, во-первых, вспомнить о том, что утром вы дали такой обед, что сегодня хотя бы один день пустословить я не буду. Но если вы чувствуете, что вы опять тарахтите безумолку абсолютно на бесполезные вещи, то здесь, во-первых, должно возникнуть осознание, что вот, да, я нарушаю обед, что я снова опять же говорю, как бы на бесполезные темы очень много, и как бы не нужны абсолютно вещи. После того, как вы поняли, что вы совершили эту ошибку, то есть нарушили этот обед, должно возникнуть что-то наподобие хотя бы какого-то, может быть, даже не совсем глубокого раскаяния, но что-то наподобие сожаления того, что всё-таки что-то было сделано не так. И когда возникает вот это вот сожаление, то после того, как вы поймали себя именно на том, что вы в действительности нарушили свой обед, как бы сожалеете об этом, то подумать о том, что хотя бы, ну, следующую часть дня я всё-таки буду следить там за своим языком, буду хотя бы стараться говорить меньше. И на следующий день опять же дать этот же обед и хотя бы думать о том, что, ну, раз совсем у меня, например, не получается вообще полностью отказаться от пустословий, то вот завтра я вот всё-таки буду говорить поменьше. Буду говорить поменьше. То есть то, что касается опять же преобразования собственного ума, преобразования своих действий на физическом, вербальном и ментальном уровне, это те преобразования, которые не происходят одномоментно, это то, что происходит постепенно. То есть никто не говорит о том, что если у вас есть какие-то нехорошие, какие-то привычки именно совершения каких-то неблагих деяний на физическом уровне, то есть у вас есть склонность к воровству, к прельбодеянию и так далее, что вы сразу же станете очень высоконравственным человеком, конечно же, этого не произойдёт. Но именно посредством нравственности, посредством принятия таких самообетов постепенно, постепенно вот это преобразование всё равно происходит. То есть сначала у нас должно произойти преобразование именно на физическом уровне, то есть когда мы ослезуем именно свои физические действия, затем у нас должно произойти преобразование на вербальном уровне. То есть мы начинаем всё больше контролировать именно собственную речь. И затем последний завершающий шаг — это преобразование на ментальном уровне, то есть на уровне нашего собственного ума, когда мы в действительности пытаемся избавиться от своих омрачающих разнообразных эмоций и пытаемся как раз-то развивать в себе влаги и качества. То есть прежде всего, конечно же, мы делаем упор именно на развитие бодхичиты и пытаемся, например, сначала медитировать на бодхичиту. Некоторые вначале замахиваются на целый час, но обычно это не получается, поэтому начинают обычно с короткого времени, 5-10 минут, постепенно увеличивается это время. И затем мы также должны подумать о том, получается ли у нас и получится ли у нас, например, медитировать на бодхичите в течение целого дня, возможно ли это для нас вообще или нет. И если постепенно как раз-то наращивать именно вот этот наук, то есть приучать свой ум именно пребывать в медитативном состоянии именно на рассмотрении на бодхичиты, то постепенно как раз-то вот это ментальное преобразование, оно происходит, и у нас возникает вот это привыкание, пребывание именно в таком благом состоянии нашего ума. И то, что касается именно, опять же, нашего отказа от совершения, например, десяти неблагих деяний, то здесь с какой именно мотивацией мы должны отказываться от совершения вот этих десяти неблагих деяний, мы должны прежде всего отталкиваться именно от бодхичиты, то есть думать о том, что я не просто так отказываюсь от совершения убийства, воровства и так далее, я делаю именно это для того, чтобы принести благо и пользу всем живым существам, что я стремлюсь именно к достижению состояния Будды, для того, чтобы также всех других живых существ освободить от страданий и достичь, навести их до состояния Будды. То есть как раз-то, когда мы зачитываем вот эти вот строки, принятие прибежища, то вторая строчка, она говорит о том, что даяние и все другие заслуги, мы как раз-то посвящаем именно достижению состояния Будды ради блага всех живых существ. И здесь также говорится о том, что нам очень важно также посвящение заслуг, то есть если мы действительно совершили какое-либо благое деяние, или наоборот отказались от совершения неблагого деяния, то таким образом мы заклады накапливаем вот эти вот заслуги, и эти заслуги, они не иссякнут в том случае, если была сделана вот такая вот, зарождена благая мотивация, и также эта заслуга была посвящена именно достижению состояния Будды ради блага других. Так что касается, опять же, отказа от десяти неблагих деяний, то может быть для кого-то вообще все равно, хотя мы уже говорили о том, что достижение состояния Будды возможно, все равно даже есть те, кто в этом сомневается, то в любом случае, даже, например, если вы не верите в то, что достижение состояния Будды возможно, в любом случае отказ от совершения десяти неблагих деяний, он оказывает очень такое благоприятное воздействие в целом на нашу жизнь. То есть если, например, мы не воруем, не обманываем, не прелюбодействуем, не злословим, мы являемся там честным человеком, который в действительности держит свое слово и так далее, то есть опять же не проявляем там свою агрессию по отношению к другим, то это всегда приводит нас именно к хорошим результатам. Почему? Потому что все остальные люди, они также видят, что человек достаточно на самом деле хороший, воспитанный, нравственный, что он там не обманет, не обворует, не уведет там чужую жену, что он не будет там пустословить и говорить что-то без причины, что если он что-то сказал, что он обязательно это сделает. То есть таким образом получается, что человек изменяется и становится человеком, человеком, который как бы становится достоин того, чтобы другие люди верили в него, когда другие люди верят и доверяют ему, то у него опять же увеличивается там количество друзей, количество тех людей, которые там проявляют к нему уважение, и тем самым как бы наша обычная повседневная жизнь, она становится лучше. И то, что касается, опять же, практики первых трех параметров, это параметра даяния, параметра нравственности и параметра терпения, то все эти практики, всех вот этих трех параметров, они приводят именно, относятся к накоплению заслуг, то есть именно посредством практики, опять же, даяния, терпения и нравственности мы накапливаем заслуги. И опять же, для чего нам нужно сделать это накопление заслуг? Опять же, это у нас все происходит не беспричинно, не безоснованно. То есть основанием именно, получается, практики вот этих трех параметров кипения нравственности и даяния, они нам необходимы именно для того, чтобы в будущем обрести, опять же, два тела Будды, это Нирмана Каю и Самбака Каю Будды. То, что касается усердия, то усердие относятся у нас как к накоплению заслуг, так и к накоплению мудрости. То, что касается, опять же, парамиды медитации, парамиды мудрости, то, соответственно, они относятся к накоплению мудрости. И что касается, опять же, практики парамиды медитации и парамиды мудрости, то они приводят нас к обратению следующих двух тел Будды. И сегодня мы как раз поговорим о, наконец-то начнем говорить, о практике терпения. Что касается опять же практики терпения, то в соответствии с разделами ламрима, он у нас делится на пять частей. Первый – это суть терпения, второй – это метод практики терпения. Затем это разделение терпения, виды терпения. Также это смысл практики терпения. И то, что касается опять же практики терпения, то мы здесь разделяем его на три основных вида. То есть первым видом практики терпения является именно терпение в отношении как бы причиняемого физического вреда. То есть на каком примере мы можем это рассматривать? Ну, например, если у нас есть какой-нибудь там господин Таше, который резко подойдет ко мне с палкой и даст мне этой палкой по голове. То если на меня кто-то ударит по голове, то в соответствии с этим, конечно, я буду злиться. Чуть он меня вдруг палкой бьет. Это, конечно же, нехорошо. Это вызывает во мне ответную агрессию, ответную реакцию. Я начинаю злиться, что меня кто-то вдруг начал бить. Но здесь терпение, оно нам необходимо для того, чтобы на какой-то момент немножко сдержать свои возникающие негативные эмоции. И хотя бы на мгновение задуматься о том, почему же это происходит и на что конкретно я должен злиться в этой ситуации. То есть, с одной стороны, если мы опять же рассматриваем вот этого вот господина Таше, который пришел с палкой и ударил меня по голове, то на кого конкретно я должен, на что конкретно я должен разозлиться в этой ситуации? Я должен разозлиться непосредственно на самого этого господина Таше, либо я должен разозлиться на руку, то есть руку этого господина, который замахнулся с этой палкой и ударил меня по голове. либо я должен затмиться именно на непосредственно на саму палку, потому что по факту это же моей головы коснулся, и вот этот удар нанесла же не рука, и не сам господин Таше, а нанесла палка. Получается, вроде бы, что по такой логике я должен на палку сердиться. Но с другой стороны, палка сама не может двигаться и пройти в движение, и просто так ударить меня. Тогда вроде бы эту палку занесла эта рука, то есть я должен сердиться на руку. А рука принадлежит опять же господину Таше, получается, что я должен злиться на господина Таше. Но сам ли он опять же пришел, сам ли он совершил это движение, то есть из-за какого умысла, по какой причине он совершил это действие, совершил этот удар и причинил вред моему телу, то получается, что он нанес этот удар палкой по моей голове, потому что он злился на меня. То есть причиной всего этого действия является вот эта вот злоба, которая возникла, получается, в уме этого господина. И в соответствии с этим получается, что основной причиной этого действия является это злость, это злоба. Но поскольку злость не является составной и неотъемлемой частью нашего ума, то получается, что у меня нет причин злиться на самого господина Таше, у нас мне остается злиться только лишь на его злость. Ну а злость, она опять же не имеет формы, не имеет оболочки, и выражать злость злости тоже не имеет никакой причины, не имеет никакого обоснования. В таком случае мы приходим к выводу о том, что злиться-то и не на кого. И здесь как раз-то вот этот момент для того, чтобы проанализировать всю вот эту ситуацию и понять вот эту вот суть, цепочку всего вот этого действия и определить именно основную причину совершения, опять же, причинения вот такого вот вреда моему телу. Для этого нам как просто нужно вот это необходимо, это терпение, которое позволит, даст мне какое-то время для того, чтобы проанализировать ситуацию, а не действовать моментально, как бы не обдуманно. Ну то есть терпение, оно как раз-то направлено именно на то, чтобы как бы оберегать нас от совершения необдуманных действий. Также, например, это сравнивается очень часто с таким примером, что если, например, у нас есть сумасшедший, да, который в действительности болеет, страдает вот этим вот душевным расстройством, и его приводят на прием к доктору, если вот этот сумасшедший начинает вдруг бросаться на кулаками на своего лечащего врача, то врач, он не будет злиться на него. Почему? Потому что он знает, что этот человек, он действительно страдает, что он сейчас не в меняемом состоянии находится, и что вместо того, чтобы злиться на него, он как раз-то будет, наоборот, искать разнообразные методы и способы для того, чтобы излечить его от вот этого недруга, излечить его от сумасшествия. Точно так же, например, если в семье есть сумасшедший ребенок, если он опять же будет бросаться на кулаками, там, с палками на собственного отца, то отец также не будет злиться на своего ребенка, поскольку он понимает, что ребенок сейчас болен, что он страдает от вот этой душевной болезни, поэтому он ведет себя таким образом, и отец также не будет наказывать его за это, а наоборот, он будет стараться всячески излечить его, всячески помочь своему ребенку, чтобы спасти его от этого сумасшествия. И то же самое относится и к нам все. Мы также все являемся сумасшедшими, мы все страдаем от сумасшествия, собственного гнева, собственного неведения, собственной привязанности, зависти, жадности и так далее. Это все те эмоции, которые приводят нас в состояние сумасшествия, в состояние вот этого душевного расстройства. И если мы в действительности страдаем от того, что мы подвластны именно собственным эмоциям, и мы не можем контролировать себя, и точно так же все другие живые существа также страдают от такого же сумасшествия, что они также находятся под властью своих же негативных эмоций, что вместо того, чтобы злиться на них, нужно найти как раз-то какой-то метод и способ, который в действительности может их исцелить. Также есть немножко другой вид восприятия. То есть возьмем следующую ситуацию. То есть если, например, мы обожгли собственную руку об огонь, то есть по собственной неосторожности мы там случайно коснулись огня или чего-то горячего, и в результате получили ожог. А будем ли мы в этой ситуации злиться на вот этот огонь? Конечно же, мы не будем. Почему? Потому что это прежде всего именно собственная неосторожность. Огонь является явлением неодушевленным. И в соответствии с этим получается, что мы оказываемся в той ситуации, что мы можем злиться только лишь на самого себя, на собственную неосторожность. И то же самое касается всех других неприятных жизненных ситуаций, когда кто-то другой начинает проявлять к нам агрессию или начинает причинять на вред, то мы должны относиться к нему точно так же, как к этому огню, поскольку вот эта вот ситуация, в которой мы оказались, она является результатом нашей собственной негативной кармы. И если это является результатом нашей собственной негативной кармы, то есть опять же является результатом наших каких-то неосторожных, там неблагих-неблагих действий, то получается, что единственным, на кого мы можем на самом деле злиться, получается, только лишь на самого себе. И, например, когда мы где-то ходим и общаемся с разными людьми, то у нас может возникать мысль о том, что вот на него я злюсь, на этого не злюсь, на этого злюсь, на этого тоже не злюсь, на этого злюсь и так далее. Откуда у нас возникают такие мысли? Это как раз-то говорит о том, что мы еще не научились контролировать свой ум, мы как раз-то не развили в себе терпение. И вот это, опять же, наше разделение людей, на тех, на которых мы злимся или на которых мы не злимся, это все является подтверждением того, что мы еще не научились контролировать свой ум, мы развили в себе терпение, и поэтому у нас возникает вот это разделение людей, всех других живых существ, на тех, на которых мы злимся и на которых мы не злимся. То есть, опять же, в пути Басхи-Сатва Шантин-Девы приводится очень замечательный пример, в котором говорится о том, что если вы хотите пройти по какой-то местности, по какой-то земле, которая изобилует большим количеством колючек, то для этого нам не нужно устилать всю вот эту поверхность и всю эту местность именно кожи, а проще напросто одеть на себя нормальную обувь. Одеть обувь и тем самым безопасно пройти по всем этим колючкам, пройтись по вот этой сложной местности. И к чему был этот пример? Этот пример как раз-то говорит о том, что прежде всего нам нужно научиться контролировать именно свой собственный ум. Если мы чувствуем внутреннее умиротворение, если мы чувствуем внутренний спокой, если мы в действительности терпеливы, то у нас нет вот этого как раз-то разделения людей на тех, которые нас там раздражают или которые нас не раздражают. Почему? Потому что мы ко всем относимся абсолютно спокойно и равно. И если даже кто-то в действительности начинает проявлять агрессию по отношению к нам, хотя мы сами спокойны, это нас так сильно не раздражает, не выводит из состояния спокойствия. Ну вот, например, у некоторых людей возникает мысль о том, что я никак не могу убрать свою злобу, я никак не могу развить себе в терпении, потому что вот этот вот меня так бесит, вот когда вот его не станет, то тогда, да, тогда я успокоюсь. Или некоторые говорят о том, что вот я никак не могу развить в себе терпение, вот почему? Потому что вот этот меня злит, вот этот меня злит, вот этот тоже меня, и вот это вот тоже меня вообще раздражает. И таким образом, вот когда вот их всех не станет, тогда да, я успокоюсь, я буду мирным и терпеливым человеком. И вот как раз-то вот этот пример Шантидэйвы, да, в пути Батхисат, он как раз-то говорит о том, что вместо того, чтобы бороться со всеми вот колючками, то есть вот этими, получается, внешними раздражителями, прежде всего нужно научиться именно контролировать свой собственный ум, то есть развить терпение именно в самом себе. То есть поскольку уничтожить на самом деле все вот эти колючки, то есть все внешне раздражающие нас факторы, это невозможно. То есть мы не можем полностью переделать всех других людей или там физически, опять же, всех подряд, кто нас раздражает, уничтожить. Это невозможно. И для того, чтобы действительно найти вот это вот внутреннее умиротворение, прежде всего нужно развить терпение в самом себе, ну, свое собственное терпение. Но это не так. Поэтому всегда говорится о том, что прежде всего нужно научиться контролировать именно свой собственный ум. Почему? Потому что то, что касается, опять же, каких-то внешних факторов, то если мы, опять же, зацикливаемся на них, то вот эти вот внешне раздражающие факторы, они имеют свойство увеличиваться. То есть когда мы начинаем видеть врага в каком-то одном, то мы также начинаем видеть и врагов, и в других людях. И вот это вот количество людей, которые нас раздражают, вызывают нас в гнев, их становится все больше. И это происходит в арифметической, в геометрической прогрессии. То есть иногда нам кажется, что сначала у меня один враг, потом у меня два врага, после двух врагов у меня их сразу становится четыре, после четырех их становится восемь. И их количество начинает постоянно расти. И именно в том случае, если, опять же, мы слишком сильно сконцентрированы именно на вот этих внешних факторах. Но для того, чтобы в действительности развить в себе терпение, нужно начинать именно только лишь самого себя и прежде всего умиротворить свой собственный ум. Второй вид терпения, это вид терпения, когда мы как раз-то занимаемся практикой отдачей собственного счастья и принятия страданий других. Вот эта вот практика получается такого вот обмена. То есть, например, бывают такие ситуации, когда у нас очень сильно болит голова. И когда у нас болит голова, мы думаем, что ну все, я умираю, больше не могу терпеть, невозможно. То есть, мы испытываем какую-то очень страшную боль. И в этот момент, когда мы сами начинаем болеть, мы начинаем винить других, что вот у меня там головная боль, там из-за тебя болит, началась там еще кто-то там. Все меня раздражают, поэтому я вот так вот заболел тяжело. И кажется, что вообще весь мир рушится, что умираю, не могу. Но что касается, опять же, практики терпения, то считается, что мы, наоборот, в этот момент, когда мы страдаем от какого-либо заболевания, испытываем какую-то физическую боль или внутреннюю боль, должны попытаться как раз-то изменить свое восприятие и думать о том, что вот эта вот болезнь, которой я страдаю, пусть через нее выйдет страдание всех других живых существ. Пускай посредством именно вот этой боли, страдания всех других живых существ устранится. Пусть точно так же, как я сейчас болею, страдаю от этого заболевания, пусть все другие живые существа, которые страдают, например, этой же болезнью, пусть они исцелятся посредством того, что я заберу их болезнь на себя. То есть вот этот момент, когда мы пытаемся как раз-то именно на ментальном уровне забрать страдания других живых существ и отдать им свое счастье, здоровье и так далее, когда мы просто делаем вот это вот благопожелание, думая о том, что пусть другие живые существа будут здоровы, пусть они счастливы, что пусть моим страданиям, страдания других живых существ иссякнет и уничтожится, то вот такое вот отношение — это как раз-то второй вид развития терпения, когда мы посредством, получается, того, что мы испытываем на себе какое-то небольшое заболевание или испытываем какое-либо страдание, преобразуем, получается, вот это вот собственное страдание, свой физический недуг именно в духовную практику. И получается, таким образом мы думаем о том, что мы принимаем страдания других на себя и, наоборот, даруем им свое счастье, то есть делимся своим счастьем, здоровьем, благополучием и так далее с другими живыми существами. И то, что касается, опять же, всех наших ощущений, то у нас всегда бывают разнообразные ощущения. То есть иногда мы чувствуем себя очень несчастными, иногда, наоборот, мы чувствуем себя очень счастливыми. И здесь, то, что касается именно комментариев к этой практике терпения, то здесь говорится о том, что нам желательно постоянно пребывать в таком вот равном состоянии. То есть если даже, например, с нами произошло что-то очень хорошее, что вызвало у нас такую бурную, очень-таки хорошую, позитивную эмоцию, не слишком погружаться в эти эмоции, не слишком погружаться в ту радость и счастье, которые у нас возникли на данный момент. Точно так же, если у нас возникает какое-то страдание, то также не слишком сильно погружаться, не зацикливаться на вот этом страдании, которое мы испытываем на данный момент, и стараться пребывать всё-таки в более равном, в более умиротворённом состоянии ума, поскольку именно вот это вот умиротворённое состояние ума, оно не приводит нас к крайностям, опять же, к каким-то крайним действиям, к крайним, опять же, ментальным расстройствам и так далее. Оно пребывает нам пребывать примерно в одном, как бы, таком более спокойном состоянии, и вот это успокоенное состояние, оно как раз-то помогает нам развиваться и двигаться дальше, и более трезво оценивать ту ситуацию, в которой мы находимся на данный момент. И третий вид терпения, который нам необходимо также практиковать, реализовывать, это терпение именно в практике, в практике дхарма. То есть, что здесь имеется в виду? То есть, например, если мы, опять же, изучаем ламрим, занимаемся какой-либо другой духовной практикой, что и здесь нам также необходимо набраться терпения. Почему? Потому что для того, чтобы, опять же, освоить и изучить все этапы пути, ведущие к пробуждению, нам необходимо изучать их достаточно долгое время. То есть нам недостаточно всего лишь бегло прочитать, опять же, весь ламрим, в течение двух, трех или, может быть, даже пяти дней, и думать о том, что после того, что мы один раз вот так вот бегло прочитали, что после этого мы сразу же достигнем реализации. Конечно же, это невозможно. Для этого нам необходимо ему такое кропотливое, планомерное, опять же, изучение, погружение и осмысление каждого раздела, то есть каждого этапа практики, каждого этапа пути. То же самое касается не только ламрима, но и, например, также обычной нашей ежедневной практики, то есть, например, даже самого простого начитывания мантры, то здесь у нас также должно быть какое-то терпение, поскольку практика у нас также должна быть ежедневной, она должна быть систематичной, то есть не так, что мы там начитали какое-то большое количество мантр там несколько дней, потом мы устали, бросили, потом через некоторое время у нас опять что-то в голову пришло, и мы опять думаем о том, что нам снова нужно практиковать. Нам необходима вот эта вот систематичность для того, чтобы именно приучать свой ум к постоянной практике пребывания именно в таком вот благом настрое. То же самое касается изучения и всех других практик, то есть это, опять же, например, развитие бадхичитты, это познание пустотности, это, например, целиком три корзины, там, трепетака, это, например, опять же, размышления о непостоянстве и прочем, например, та же самая практика даяния, то есть вся наша практика, она должна опираться именно на вот такую систематичность, и в этом нам, конечно же, важным поспорьем является именно терпение, то есть вся практика именно вот этого получается духовного самосовершенствования, она опирается на то, чтобы мы постепенно, планомерно приучали свой ум к совершению благих деяний и, опять же, именно к изучению дхармы, к изучению ее, к изучению своего смысла, поскольку познать весь смысл дхармы одномоментно, как бы с налетом, как это невозможно, нам нужно постоянно прилагать свои усилия для того, чтобы, опять же, посадить себя и заставить, там, перечитывать тот же самый ламрин. То, что касается, опять же, терпения в практике дхармы, то здесь, например, даже его святейшество Далай-Лама, он очень часто говорит о том, что когда вы слушаете наставление, нужно быть в действительности терпеливым. То есть, например, как бывает так, что даже некоторые практикующие, даже очень верующие люди, когда слушают наставление его святейшества Далай-Лама, думают, ой, как же он долго говорит, лекция-то долгая такая, что ж никак не закачивается, уже два часа прошло, а конца нет, то мне, когда конец-то будет, уже там чай пить пора, мне там, я же думала, мне же на базар надо сходить, там вещи купить, а мне же в больницу надо сбегать, у меня же там прием и так далее. А тут лекция не заканчивается, наставления все идут и идут. Иногда бывает такое, что некоторые учителя могут говорить очень долго, что некоторые наставления затягиваются вообще и на 5, и на 6 часов, вообще без перерыва. И даже в этих случаях иногда думается о том, что вот уже бы там и по нужде выйти надо, никак не заканчивается. И вот в такие моменты в действительности терпение очень важно, то есть когда особенно вот такие учителя высокого уровня даруют свои наставления, это в действительности, как бы то, что вы слушаете, имеете возможность вообще услышать их наставления, это результат той благой кармы, которая была накоплена к вами вообще в течение очень долгого времени, что вот сейчас только лишь она созрела. В эти моменты, конечно же, терпение очень-очень важно. И даже когда, например, во время лекции всегда у нас возникают какие-то отвлекающие моменты, мы начинаем думать о чем-то другом, мы начинаем думать о том, что, ой, хорошо бы там пойти что-нибудь развлечься, пойти что-нибудь вкусненькое перекусить и так далее. И у нас возникает какое-то нетерпение, нам хочется сорваться, выйти погулять и прервать вот эту лекцию и так далее, не дослушать ее до конца. И здесь, конечно же, это все является именно препятствием к получению, вообще к пониманию учения. И здесь для нас, конечно же, вот эта вот практика терпения именно в Адхарами, она очень-очень важна для того, чтобы в действительности терпеливо выслушать все наставления как бы великих учителей и в действительности прийти к осознанию смысла тех наставлений, которые даруются. Ну, вот даже, например, опять же, когда проходят какие-нибудь молебны, ну, например, у нас здесь в Хуруле утренний молебен, но он длится где-то полтора-два часа, но некоторые, например, до конца досидеть не могут, думают, вот пить охота, что-то сидеть уже дадыела, а там еще что-то нужно и так далее. И как бы тоже начинают отвлекаться, перестают там заниматься индивидуальной там практикой, то есть перестают там начитывание мантры и так далее. И это также все является считается именно препятствием к практике, то есть препятствием именно к проникновению и пониманию, опять же, смысла того, что происходит. И так далее. У нас был духовный наставник, которого звали Ген Летруб. И он зимой очень часто давал вот такие вот расширенные комментарии как раз-то по Ламриму, ну, получается, для мирян. И вот однажды там одна бабуля пришла, тоже слушала его лекции, и такая сидит и громко так бурчит. У него этот Ген Летруб так долго лекции дает, так долго наставление, а мне там уже животных там кормить пора, а мне там скотину кормить пора, когда же закончится? И, в общем, она так долго-долго очень громко возбучалась. В конечном итоге она ушла все равно так, эти лекции как бы не дослушала. Но это тоже, получается, показатель того, что нет терпения именно в практике, нет терпения именно в познании, получается, учили. Вообще, на самом деле, очень часто бывает так, что, например, у большинства людей как раз-то именно во время практики, во время каких-либо ритуалов или слушания наставлений возникает какое-то чувство неудобства. То, наоборот, возникает очень много мыслей о том, что у меня есть какие-то срочные дела, что мне вот сейчас нельзя никак дослушать, например, лекцию, или нельзя, например, достаться до конца ритуала, что мне надо обязательно куда-то срочно уйти, что мне нужно срочно выйти по нужде и так далее. Или возникает какое-то физическое неудобство, что кажется, что-то сидеть неудобно, что-то мне там плохо и так далее, что нужно выйти и прочее. Опять же, нужно прекратить вот эту свою встречу с учением, с практикой. Почему возникают именно такие ощущения, возникают именно такие мысли? Это всё является результатом нашей негативной прошлой накопленной кармы, которая сейчас возникает именно в виде вот таких вот препятствий, получается, к слушанию, учению, опять же, к приобщению. Терпение вообще к дхарме как таковой. Поэтому говорится о том, что, наоборот, чтобы устранить вот эту негативную карму, наоборот, нужно проявить терпение и досидеть до конца. Например, когда мы читаем какие-нибудь тексты, особенно там какие-то религиозные тексты и так далее, когда мы читаем минут 15, нам кажется, что я так долго. Я так долго читаю, уже 15 минут читаю этот текст. А если мы прочитали целый, там, почитали там текст опять целый час, то кажется, вообще, до чего я умаялась, там, как тяжело, целый час читала. Читала вот этот текст, так тяжело мне, и сидеть неудобно вообще, целый час читала, кажется. Ну, что-то вот такое, и кажется, возникает ощущение того, что мы совершили какое-то грандиозное дело, то есть целый час там читали какой-нибудь там канонический текст. Но при этом, если, например, вечером мы идём куда-нибудь развлекаться, потанцевать, попеть, там мы можем гулять часами. И даже не ощущаем, как эти часы прошли, а тут уже утро, кажется, рассвет, то есть уже там не только вечер, уже и вся ночь прошла. И при этом мы не ощущаем, как пролетело время. Почему у нас возникают вот такие вот разные ощущения во время, опять же, духовной практики, именно духовного познания, изучения и вот таких вот развлечений, то это, опять же, связано, получается, с теми привычками, которые выработаны были нами в течение предыдущих перерождений. То есть если в течение предыдущих перерождений у нас не выработана привычка пребывать в таком благовом состоянии, опять же, заниматься изучением дхармы, например, опять же, заниматься практикой начитывания мантры и так далее, то, конечно же, это вызывает у нас какое-то ментальное отторжение. Нам кажется, что это очень сложно, да, посвящать этому какой-то, ну, в действительности длительное время. Но поскольку, опять же, в предыдущих жизнях мы достаточно часто вели вот такой праздный образ жизни и увлекались, опять же, разнообразными развлечениями, то когда мы развлекаемся, мы не замечаем, как проходит время, это не вызывает у нас ощущение там тяжести, что это сложно и так далее. Поэтому, на самом деле, вот эта вот практика терпения в тхарме для нас очень важна. То есть сама практика терпения, она как раз сводится именно к привычению самого себя, самого себя именно к совершению каких-либо благих поступков и изучению тхармы. КАЧА Продолжение следует...